За предоставленные на тест устройства благодарим магазин iRay. Всем привет! Две недели назад интернет-магазин компании Apple закрылся, а когда открылся, мы увидели не так много всего интересного, чего хотелось, но все-таки кое-что увидели. Среди них была вот эта штука. Среди некоторых не очень значимых обновлений нельзя было не заметить изменение объема в памяти для модели iPhone SE, красный цвет Product Red для простого iPhone и новые iPad. Ну, если про SE, собственно, и говорить нечего, про Product Red мы уже сняли обзор и показали его, кстати, там в описании к этому видео есть ссылка на него, то про iPad стоит поговорить поподробнее, тем более, что нас уже спрашивали про него. Расскажу сейчас, покажу и сравним с Air 1 и Air 2. Наибольший интерес модель вызывает тем, что версия с сим-карты стоит всего 35 тысяч рублей за 32 гигабайта и 42 тысячи рублей за 128 гигабайт. Самая дешевая Wi-Fi-версия обойдется вообще в 24 990 рублей. Вот это обновление действительно можно считать интересным, учитывая то, что iPad Pro, хоть он и лучше по железу, стоит от 44 990 рублей. Вроде все так хорошо и недорого, так давайте разбираться, в чем прикол и почему Apple так расщедрилась. Вот у меня есть два iPad стареньких, это iPad Air первого поколения и iPad Air второго поколения. Теперь можно сравнивать. Собственно, как я уже говорил, новый iPad 2017 года стоит на 20 тысяч дешевле, чем новый iPad Pro. Но почему так получилось и почему он стоит практически так же, как iPad mini четвертого поколения? Первый iPad Air выпустили уже достаточно давно, а точнее в 2013 году. Тогда он наделал много шума. Его толщину на презентации сравнивали с карандашом. Он был намного меньше предыдущего iPad и прям существенно легче. В общем, он был действительно Air. Спустя год показали Air 2, который был еще тоньше и легче. Его толщина сократилась с 7,5 до 6,1 мм, но пропал любимый многими переключатель отключения звука и блокировки ориентации. С тех пор он так и не вернулся, и даже в модели iPad Pro, выпущенную в 2016 году. Но тут все более-менее логично, так как у первого iPad Pro остался корпус от iPad Air 2. Странно, что с выходом iPad 2017 года переключатель не вернулся на свое место, учитывая, что по габаритам он полностью повторяет iPad Air первого поколения, в котором этот переключатель был. Ну, возможно, компания просто решила хоть чем-то их отличить друг от друга, чтобы покупателю было понятно, чем они отличаются, и корпуса не были абсолютно одинаковыми. Что касается производительности, то прибавку ждать можно, так как в него установлен процессор A9. Для сравнения, в Air 1 и Air 2 установлено A7 и A8X, соответственно. Получается, в версиях без приставки Pro компания пропустила A9, и вот сейчас наверстывает, хоть он и является процессором даже не прошлого года. Для сравнения, в iPhone 7 установлено уже A10. Теперь, если поговорить о производительности, то стоит отметить, что после обновления до версии iOS 10.3 обе модели Air начали нормально работать. Особенно первый, так как второй и так неплохо справлялся со своими задачами. Отзывчивость интерфейса чуть повысилась относительно предыдущих разновидностей iOS 10.2, а скорость загрузки приложений, если изменилась, то не очень значительна. Это еще больше приблизило старый Air к новому iPad. Когда сравниваешь напрямую эти три iPad, то, если разница с Air еще и заметна, то разница с Air 2 практически не ощущается. В итоге мы практически не получаем преимущества производительности, но получаем на четверть большую толщину. Что касается экрана, то чисто визуально экран нового iPad напоминает экран iPad Air первого поколения. И он слабее, чем у iPad Air 2, который гораздо более контрастный, чуть более яркий, и его плюсом является то, что воздушная прослойка под экраном, в отличие от двух моделей, у него отсутствует. На камеру это передать сложно, но если сравнивать их вживую и посмотреть на них глазами, то чувствуется, что разница между ними не так значительна, а вот iPad Air 2 на самом деле выглядит лучше обоих этих дисплеев. Кстати, специалисты iFixit даже показали и сравнили, и доказали, что экран от первого iPad Air можно установить на новый iPad. Теперь немного добавлю информации, полученной от популярных бенчмарк-тестов. Бенчмарк-тест Antutu выдал первому поколению iPad Air 66 874 балла. Для iPad Air 2 эта цифра составила 106 259 баллов, и новый iPad 125 448 баллов. Как видим, разница значительна, но по ощущениям использования, как я уже говорил, разница не так существенна. Результаты испытаний в Geekbench 4 у вас на экране. Как видим, разница достаточно существенна, по крайней мере, между первым поколением iPad Air и новым iPad, но вот если сравнивать iPad Air 2 и новый iPad, то разница не так существенна. Ну и что касается графики, результаты очень сильно отличаются, по крайней мере, если смотреть чистые цифры. 546 баллов для iPad Air 1, 7638 для iPad Air 2 и почти 10 тысяч для нового iPad. Учитывая то, что разница в цифрах слишком большая, сложно поверить, что работают они практически одинаково. Но реально работают они практически одинаково. Разница ощущается только в сложных 3D-играх, ну и небольшая разница есть при обработке видео в iMovie и при работе с фотографиями в некоторых клиентах для обработки этих фотографий. Но если вы пользуетесь только интернетом, слушаете музыку, читаете книги и смотрите видео, то практически не заметите этой разницы. Ну и посмотрев на результаты бенчмарк-тестов, можно еще раз поподробнее вернуться к разнице именно во всех этих трех моделях. В iPad Air 2013 года установлен процессор A7, 1 гигабайт оперативной памяти и камеры на 5 и 1,2 мегапикселя. В 2014 году в iPad Air 2 уменьшили толщину с 7,5 до 6,1 мм, добавили еще 1 гигабайт оперативки, их стало 2, установили современный для той поры процессор A8X и добавили сканер Touch ID. Основную камеру тоже улучшили, сделав ее на 8 мегапикселей, фронтальную не тронули. Теперь, 3 года спустя, мы имеем процессор A9, который логичнее бы смотрелся в 2015 году, 2 гигабайта оперативки и камеры тоже остались без изменений относительно iPad Air 2. Здесь еще стоит отметить, что поддержка Apple Pencil, как у iPad Pro, не добавлена, собственно, как и поддержка клавиатуры Smart Cable. В итоге, с одной стороны, можно отдать Apple должное. Они выпустили неплохой планшет, который работает, стоит недорого и наверняка привлечет новых пользователей в экосистему Apple. А как мы знаем, от этой экосистемы очень тяжело отказаться, собственно, как и от любой другой, который нормально, качественно и надежно работает. Ну, а там, глядишь, они начнут покупать iPhone, Mac и прочее. Но, с другой стороны, этот планшет выглядит как планшет 4-х летней давности. У него практически такой же корпус. И это явно не привлечет покупателей, которые буквально недавно купили, ну, например, iPad Air 2. И если владельцы iPad Air и более ранних моделей еще, может быть, как-то посмотрят на них и задумаются о покупке, то вот все-таки iPad Air 2 очень маловероятно, что кто-то будет менять. Лично я свой iPad Air 2 даже не подумал менять на новинку этого года. Про iPad Pro 9,7 дюйма я еще задумывался, но сейчас точно не стану обновляться. В итоге несложно сделать выводы, для кого Apple выпустила этот планшет. Скорее всего, они его выпустили для привлечения новых покупателей. Я считаю, что, в принципе, Apple молодцы. В свое время много говорили о том, что Apple стоит дорого, фантазировали по поводу iPhone Shuffle, говорили, что за iPad это какие-то безумные деньги просят. Пожалуйста, получите. Если есть деньги, покупай iPad Pro с его крутыми четырьмя динамиками, процессором A9X, четырьмя гигабайтами оперативки, хорошим экраном, поддержкой Apple Pencil, Apple Smart Keyboard. Ну, а если нет, или, допустим, ты не хочешь тратить много денег на планшет компании, которой ты до этого не пользовался, пожалуйста, вот он, новенький, совершенно современный, только что вышедший iPad 2017 года. Да, он чем-то похож на старые модели, но, тем не менее, он новый, его только выпустили. В итоге, Apple молодцы. Как всегда, они возьмут рынок, и, как всегда, они продадут много устройств. Ну, а на этом все. Обзор закончен. iPad мы сравнили. С вами был Артем и AppleInsider.ru. Еще увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова